Апрель стал для многих месяцем сюрпризов. Одним пришли платёжки за коммунальные услуги меньше обычного. У других, наоборот, увеличились на несколько тысяч рублей. Ирине в этой ЖКХ-лотерее не повезло. Её платёж за коммуслуги вырос в два раза. В управляющей компании девушки пояснили, что такой плюс в платёжке обусловлен тем, что другие жильцы дома используют магниты на счётчиках, либо в квартирах без счётчиков ресурсами пользуется больше человек, чем прописано. Так, экономия соседей больно ударит по её кошельку. Мне непонятно, почему я оплачиваю каждый месяц своё личное потребление своей семьи, сейчас должна заплатить за соседа. Вот у меня маленький ребёнок, ей пять с половиной лет. Мне хочется спросить, мне что ей не купить на эту сумму? Шоколадки, продукты, одежду или ещё что-то. То есть я должна сейчас у своей семьи забрать пять с половиной тысяч ещё, чтобы заплатить за таких нерадивых товарищей. Повышение стоимости коммуслуг связано с перерасчётом за общедомовые нужды – горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и отопление. Раньше это бремя ложилось на плечи управляющих компаний. В сентябре прошлого года ввели принцип обязательной оплаты жителями многоквартирных домов всего объёма коммунального ресурса, использованного на общедомовые нужды. Долги неплательщиков к этой процедуре не относятся и на перерасчёте не сказываются. В силу изменений в акты правительства, которые регулируют порядок начисления платы и содержания общего имущества, внесены изменения, согласно которым в первом квартале 2023 года всем собственникам помещениям и квартирных домах произведена корректировка. То есть это разница между показаниями общественного прибора учёта, если они есть, и начислением платы в течение всего 2022 года. Разница и есть перерасчёт размер платы. Механизм перерасчёта многим сыровчанам не ясен, а потому и разобраться, обоснованно ли подняли плату в конкретном доме им сложно. Лариса Сергеевна уже несколько лет пытается добиться, чтобы в её доме появилась горячая вода. Температура воды из-под крана максимально достигает 48 градусов по утрам. Днём она и вовсе еле тёплая. Наплатить за тёплую воду приходится по расценкам горячей. В основном горячая вода, больше четырёх тысяч. У нас в доме живут одни пенсионеры, практически инвалиды. Семей практически нет. Я в течение года, даже не года, а в течение нескольких лет звоню в ЖКХ и говорю, что у нас нет горячей воды. Льётся тёплая. И никто не хочет принимать по этому меры. Я думаю, что надо администрации и вообще ЖКХ с нами работать. Те горожане, кто отчаялся решить проблему в городе, обращаются за помощью в регион. В горжил инспекцию уже поступают обращения от сыровчан. По каждому организация проводит проверку. По обращениям жителей, которые поступили в настоящее время в адрес горжил инспекции о завышенных начислений платы у горжил инспекции, проводится проверка. По итогу проверок, если будут выявлены нарушения, горжил инспекция будет принимать меры реагирования. В центре ЖКХ нашей съёмочной группе ситуацию никак не прокомментировали. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.